Прямо в деньги, вы сразу начали просто... А во что мне опираться-то? У меня красоты нет, у меня молодости нет. Так вот, помолчите, дайте я скажу, если... У меня есть красота, у меня есть молодость, у меня есть возможность. Но верливости, судя по всему, не хватает. Я Лариса Гузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Татьяна, Анастасия и ещё одна Анастасия. А жених у нас Джозеф. Проходи. Джозеф, 29 лет. После неудачного брака искал любовь на сайтах знакомств, за границей и даже в постели у своего друга. Но всякий раз испытывал большое разочарование. Джозеф в прошлом профессиональный футболист. Имеет разряд мастера спорта. Сейчас работает пиар-менеджером в клубе. Гордится мамой, которая научила его уважать стариков и женщин. Признаётся, что он верующий христиниям, влюблённый в Россию. Предупреждает, что очень легко расстаётся с деньгами. Женой Джозефа не станет курящая и клубная девушка. Он мечтает о темпераментной, стервозной, творческой брюнетке с пышной грудью и тонкой талией. Здравствуйте, Джозеф. Я рада вас снова видеть у нас на программе. Прежде всего хочу вам подарить... АПЛОДИСМЕНТЫ Это мне? Спасибо большое. Это колокольчики, да? Это и у Тома. О, да. Чудесные цветы. Одни из самых нежных цветов. Да, обожаю. Он симпатичный, симпатичный такой. Хорошенький. Очень красивый. Да, бы я вот этот, вот этот. Не возражаете же? Нет, нет. Мы всегда меняемся, потому что мы вредные. Нам у другого всегда кажется круче. Вы все такие, женщины, вы все такие. Да? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ А это мой цветок. Давай начнем с моей любимой истории. Давайте. Потому что очень вы такой парень поживший. Василиса не была на прошлой программе. Она вас не знает, поэтому удивиться сейчас. История называется про Виагру. Ой, хочу, хочу, хочу. Удивляйте. В смысле? Нет, в смысле, удивляться хочу. Он высокий, девочки. Он рослый. Он рослый. Я же люблю вот таких мужчин. Он очень вредный мужчина, да. И по нему видно, что он страстный. Как ты любишь. Но дело в том, что моя семья никак не могла, как сказать, она не могла примириться с тем, что я остался в России. И все пытались меня обратно забрать во Франции. Ты удивлена русскому? Да. Из-за того, какие обороты, да. Я сижу, слушаю, и ты еще стихов не слышала в исполнении Джозефа Есенина. Ну что ты? Там столько всего узнаешь. Да. Теперь тоже большой, между прочим. Да. То есть, и моя старшая сестра живет во Франции, в Париже. Она решила мне познакомить с ее лучшей подругой. Если вот у него семья в Париже, или кто там сестра у него, то можно будет вообще, может быть, и на постоянку в Париже. Как тебе такая перспектива? Да, у нее были серьезные намерения, семья, дети и все, и так далее. Потому что мы до этого... А она прямо с первой ночи стала вас домогаться? Ну, конечно. Я бы тоже домогаться первой ночью. Так что тут это логично. И с ней, как братик с сестричкой, спали-спали в одной кровати, ничего у вас не было. И вот однажды вы решили помочь себе. Ну да, уже третья ночь, и я уже думал, ну, надо что-то решать. Ну, удобно же, правда? Да, тем более, мы все звонили, ну, что, как там, все хорошо. Тем более, она от вас, горячего парня, ждала чего угодно, но только не пассивной вот этой лешки в кровати. Действительно, это было просто ужасно для меня, действительно горячим. И вы, не прочитав инструкцию, выпиваете виагры? Да, я прям, да, выпил, доза не маленькая. Становитесь цвета вот этого пиджака? А, еще хуже, я бы сказал. И, конечно, давление, голова кружится, и она врач, и паника. И мне плохо, действительно. Хорошо, что она оказалась врачом. Да, и вот спрашиваю, что с тобой, и помогла, ну, как-то это что-то, помогла. Да, но я никак не мог ее помочь в ответе. Такое я плохое, так сказать. В общем, уехала она ни с чем обратно во Францию. И вы поняли, что без любви у вас не может быть ничего в этой жизни. Ничего, действительно. А ведь была любовь, вы даже были женаты на русской женщине. Да, 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 была любовь, и она очень, и, кстати, ее большой привет, она очень такая девушка с характером. И мне нравится такая девушка, ну, горячая. Что же в этом хорошего, если она вас променяла на другого мужчину и не стыдилась этого, будучи вашей женой, законной, она вам изменяла, и вы об этом знали? Настюша, тебя не смешает, что он был женат? Ну, я думаю, что нет. Скажите, а вам вообще нравятся такие женщины? Какие? Как вы? Ну, как бы вам сказать. Как я? Таких больше нет. У вас была одна но очень легкого поведения, которая передавалась от одного друга к вам, и очередь дошла до вас. Вы такой небрезгливый. Нет, я вам скажу одно. Или не было с ней серьезных отношений? Нет, наоборот. Я считаю, что неважно, какая бы ни была девушка, извините, что падшая женщина, ну, какая бы ни была, нужно ей дать шанс. Такому мужчине нужна достойная женщина. Ну, она такая, как ты. Я считаю, что мне она, я ее увидел, она мне понравилась, пусть, извините. Джозеф, смотрите, если падшая женщина идет на панель, чтобы накормить своих детей во время войны, это одна история. А если женщина просто, так сказать, неморальная, мягко говоря, то очередь ведь и до вас дойдет. Если она изменяет всем, то она и вам будет изменять. Нет, ну, это было не... Дело в том, что она встречалась, ну, общалась и встречалась с тремя моими лучшими друзьями. И на самом деле, последний из них вообще-то переспал с ней в моей квартире. Так он ее для этого привел к вам, чтобы покувыркаться? Ну, и мне казалось, как у него была девушка, я подумал, ну, а когда я ее увидел, мне понравилось. Ну, она понравилась внешне. А вы думали, произойдет чудо? Ну, да, я все-таки верю в чудеса, если честно. Наверное, ах, какой наивный. У вас так много всего, Джозеф, намешано. Вот вы верующий человек, любите Есенина, хотите жениться на русской. Женщина не должна быть тусовочной. И в то же время вам нравятся стервы, вам нравятся... Ну, вы определитесь, все-таки вам уже... Стерцы не прикажут, вы знаете, всякое бывает. Джозеф, вам 29 лет. Да. Вы уже хотите жениться? Конечно, я поэтому здесь нахожусь. За кем пришли сегодня? Начнем с того, что если я остался в России, значит, я решил окончательно, что буду жить в России. Какой вы молодец. Да. И желательно, я хотел бы, чтобы она была, ну, не то, что верующая, но чтобы какие-то принципы, элементарные жизненные принципы были. То есть уважение к своему мужчину, как минимум. Это и брюнетка, как я уже, да, брюнетка. С пышной грудью, тонкой талией. Ну, да. Ну, у вас же есть предпочтение? Ну, да, минимум, минимум, тридцей размера, да, было бы здорово. Брюнетка, да, вот так вот, да я тебя уже в поте, да, о чем ты говоришь. Как ты думаешь, для него как классно. Он сейчас очень обрадуется. Он тебя увидит и просто обомлеет. Конечно. Мне кажется, что самое главное, чтобы она была преданная. Дело в том, что он сам по себе, несмотря на вот всю эту и эпатажность, и яркость, и ординарность. Да, давно, очень давно. А вы преданность как определяете? Что-то на лбу написано, я преданная? Или по действиям человека? Я думаю, что это только время покажет, но вот очень хочется, чтобы рядом с ним оказалась девушка, для которой это является приоритетом, потому что он сам по себе очень добрый человек. То есть у нее должен быть пример правильный. Она должна быть из хорошей семьи. Да, из хорошей семьи. И я думаю, я подхожу ему по этому параметру определенно. Брюнетка с яркой внешностью. У себя как он хотел. А мне бы хотелось у нас видео есть. Вот о ком видео хочется посмотреть. Потому что я что-то еще ничего не поняла про вас. Собираюсь на тренировку. Я за здоровый образ жизни. Поэтому хожу четыре раза в неделю на тренировку. И мы всем знаем, что в здоровый образ жизни входит и здоровое питание. Занимаюсь попростуным футболом. Но это уже точно. Осталось только медали. Мастер-спорт. Но я продолжаю тренироваться. Каждый день тренируюсь. Вот и мои книги. Первое, что читаю каждый день, это библия. Спасибо родителям за то, что мне ее подарили. Это ваша квартира или снимаете? Да, снимаю квартиру, да. А в планах... Хотя в вашей ментальности не обязательно. Вы можете всю жизнь жить на съемных квартирах в разных странах. Это нормально. Но в планах есть купить свой? Нет, это не нормально. Это не нормально. Я считаю, что это не нормально. Но я и я стремлюсь к этому. Хотите купить свое, да? Конечно. Ну, привык к хороших условиях. Смотри, мы много квартир пересмотрели. А у вас такая недешевая съемная квартира-то. Ну, стараюсь. Хорошо зарабатывала, чтобы просить за нее. Хорошая квартира. Можно было и лучше. Обычная, абсолютно. Девушка должна быть обязательно яркая. Интересная вам все время. Но не только в спальне, но и днем. Она должна нравиться вашим друзьям. Но не как предмет вожделения, а для того, чтобы пообщаться. Вы должны ею гордиться. Образно говоря. Хорошо, если она будет человек творческий. Хорошо, если она будет из творческой семьи. Да, это точно. Девушка из семьи, значит, без предрассудков. Вот, конечно, она должна быть с деньгами. Конечно, она должна быть свободной. От вас не зависит. Потому что, когда есть свобода, есть и любовь. Если она будет от вас зависеть, любовь скоро пройдет. У нее должно быть интересное занятие обязательно. Я думаю, что ты выиграешь в любом случае. Ой, ты что, думаешь, да? Ты подходящая кандидатура. Джозеф может мечтать много. И про розового слона, и про девушку, и так далее. Если девушка сирота, то да. Ну уж вы меня извините, как говорится, но я правду скажу. Знаете, не каждая семья согласится видеть зятя, а другой... Да, согласен. Понимаете? И внуков. Вот я даже про себя. Просто я так себя на место ставлю. Без обид просто. Нет. Но это не про меня. У меня другое сознание. Но это про меня. Мне главное, чтобы любила моя дочь. Ты справишься, ты не боишься трудностей. Девушка выбирается, ну, конечно, не с хорошей семьей, а действительно такая, чтобы будоражила. Ну, мне кажется, что вы все знаете про светлые и темные стороны своей личности точно. А про девушек нам сегодня помогут карты что-то понять. И про внешнее, и про внутреннее. Давай, душа моя, выбирайте карты. Нет, я не верю в карты, вообще не верю в это. Есть астрологические вычисления, а это все бред полный. Из этого ряда нужно выбрать карту, которая показывает внешний образ человека. А вот этот, это скрытая. Здесь персоны реальные, здесь мифологические. Самая скрытая. Давайте скрытая. Спасибо. Ну, я ожидала что-то подобное. Карта явного это Орликин. Человек, который носит маску и далеко не все показывает. Поэтому улыбаясь, позируя, рассказывая, будучи открытым, вы человек, которому есть что прятать за этой маской. Карта внутреннего меня расстроила. Это карта препятствия. Она говорит, что вам с некоторыми планами, с теми, которыми вы пришли в студию, придется какое-то время подождать. Будем считать, что вы вытянули эту карту случайно. Давайте мы ее замешаем. И как мы иначе будем с девушками знакомиться? А я считаю, что еще этот раз у вас такая русская душа, ну, прочитайте нам. Вон, Василис не слышал, как вы Есенина читаете. Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Пусть строится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты тая тревогу загрустила шипко обо мне. Что ты часто ходишь на улице в старом модном ветхом шушуне. И что в вечернем синем мраке видится тебе одно и то же. Будто кто-то мне саданул под сердце финский нож. Ничего родное. Успокойся. Это только тягостная бред. Не такой уж я... Горький ябра пояса. Горький ябра пояса. Чтобы тебя не видел, умереть. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо, мой хороший. А вы знаете, что ей было матери, когда он писал стихотворение, был 30 читавился. Я хотела бы дальше продолжить наше знакомство. Ну что, будем общаться. Спасибо. Татьяна, 23 года. В прошлом менеджер в спортивном клубе. Сейчас не работает. Занимается фитнесом, фотографией и любит путешествовать. Гордится тем, что поступила в ВУЗ без чьей-либо помощи. Предупреждает, что обманщиков и сказочников видит насквозь. Татьяна признается, что никого из своих поклонников по-настоящему не любила. Поэтому не была способна оценить их чувства. Надеется, что Джозеф зажжет ее сердце. Здравствуйте, девочки. Я не поверю, Татьяна, что вам 23 года, и вы никого по-настоящему не любили. Ну, вот так получилось. У меня были отношения. Это первые мои отношения, когда я пошла со своей сестрой на стадион. Она занималась там спортом. Я пошла там за поддержку буквально. И все, я увидела мальчика. Я, если честно, конечно, первый раз я обратила внимание на его шортики. На его красные шортики, которые обтягивали его попку. Он был спортсменом. Я даже не буду скрывать. Я думаю, что она вульгарная для него. Мне кажется, она не для серьезных отношений. У нее внешность такая. Вечером я прихожу к своей подруге в гости и говорю, слушай, я увидела такого красивого мальчика. Она говорит, слушай, я тоже. И просто показывают мне фотографию этого же мальчика. Вот так вот буквально получилось. Больше этой подружки в вашей жизни нет? Надеюсь. И, в принципе, я говорю, слушай, я его видела буквально на стадионе со своей сестрой. Она говорит, ну, не знаю, мне тоже понравился. Я говорю, так, буду встречаться с ним я. Но я бы на нее, если бы я был мужчиной, я не обратила бы внимания. Короче, не заводит она меня. Короче, мне такая внешность тоже не очень нравится. Не заводит она меня, не нравится. Почему не вместе с ним? Ну, получилось так, что вообще самая интересная история была, как он сделал мне романтическое свидание. Я вообще страшная сладкоежка. И вот. И он сделал мне романтическое свидание. Она покупала цветов, значит, винограда, конфет. Ну, все для девочки. Все, он меня встретил. И мы с ним сидим. Купила вина. По секрету вам скажу. Было мне 17 лет. Мама бы ругала. Ну, и все, в принципе. Сидим с ним. Он говорит, зайчик, за тебя. Я говорю, так приятно, так приятно. И он говорит, слушай, на самом деле я сдал кровь, чтобы сделать тебе сюрприз и упал в обморок. Так нет, это на самом деле мало смешно. Ну, правильно, моя любимая шутка перед 8 марта была. Говорит, как? У тебя две почки, и ты не можешь мне сделать багара в 8 марта? Ну, что в ней не так? Она не топовая девочка. Если бы она была топовая, то у нее хотя бы уже было метр 70, и внешность была бы получше. Но дело не в этом. Он говорит, слушай, давай посмотрим с тобой фильм. А я уже вся размечталась, вся девочка-припевочка, тут конфеты, тут цветы. Здесь, значит, он и кровь вроде бы сдал, в обморок упал. И все. И он говорит, давай посмотрим с тобой фильм. И понимаете, что включает боевик. Как настоящий мальчик раз включил, и все, и за пульт. Ну, и все, я психанула, я говорю, все с тобой. Ясно, я ушла. Так получилось. Смотрите, вначале он так с интересами не смотрел. А сейчас он напрягся, да? Да. А мальчик Вася? Ой, его уже мальчиком назвать нельзя. Для меня это был дяденька. Мне было 18 лет, я заканчивала школу. Ему было на тот момент 32 года. Ну, вот с ним познакомились, стали общаться. Я понимала сама по себе, что мужчина для меня взрослый. Послушайте, моей дочери 15 лет. Она любит Познера. Притом, прямо вот чувственно, у нее фотографии. Есть даже фотографии, где он по пояс голый, в брюках, в джинсах. И по пояс голый. Она его обожает. Ей нравятся деды старые. Ну, так и что? Это 32 года. Познер интеллектуал, поэтому... Ну, вот ей нравятся дедушки умные. Нет, тот-то был не интеллектуал, он тоже был связан с культурной деятельностью. Ой, Татьяна, сейчас мухи сдохнут. В общем, неинтересная история, ничего у вас в жизни такого не происходило. Давайте лучше про Джозефа. Сидит Джозеф. Сидит. Совершеннейший красавец. 29 лет. Вам 23. Прекрасная разница в возрасте. Вам нравится Джозеф? Нравится. А попка? Как раз попка-то у Джозефа и... К счастью, она спрятана. И на больших экранах зрение не увидят. Если у вас случится любовь, поедете в Пермь? Не, я не поеду в Пермь, потому что тут все-таки перспективы побольше. Все-таки это... А вы приедете в Москву? Я за своим мужчиной. Честно. А в Камерон поедете? Не пугайте ее. Я не знаю, что в Камерон. Но я за своим мужчиной поеду. Потому что я хочу со своим мужчиной развиваться, рожать ему детей. И я здесь за своим мужчиной. Если там, извините, этот шалаш из пальмовых листьев... Ну, смелым, знаете, и рай в шалаше, как говорится. Родители разрешают. Родители разрешают. Мужчина? Мужчина. Да, у меня родители простые. Я сама простая. А кто родители-то? У меня одна мама. А мама кем работает? У меня мама работает на заводе. Ну, на заводе она работает. Да, она на заводе работает. Проверяет кабель, чтобы... Очень хорошо. Привезешь Джозефа, мама в оморок не упадет. Почему она должна упасть в оморок? Да потому что он другой. Симатичный и красивый. А какой другой? Он такой же человек. Да, такой же. Да какой он другой? Друзья, ура. А что не работаешь? На что живешь? Ну, вот так получилось. Я недавно не стала работать. Буквально два месяца назад. А на что живешь? Он у тебя хорошо выглядишь. Помогает кто-то? Но временно девушка не работает. В смысле хорошо выгляжу? Когда работала, покупала себе. Она взрослая девушка. Самостоятельная девушка. Она самая огольная. Я же вижу ее маникюр. Я же вижу ее... Ну, какие-то, наверное, средства откладываются для того, чтобы не работали. Конечно, готовилась. Как любая девушка. Нет, я не так приеду. Матая, она помогает. С обгрызанными... Согтями. Роза, дайте я скажу. Дайте. Ну, я не могу понять, почему вы на нее нападаете. Девушка, правильно. Ну, правильная девушка, правильно и понятна. Я пятый курс заканчиваю. Академия искусств. Я сами работаю. Деление платное. Платное отделение. Платное. И ты мне будешь... Джозеф, да мне все равно, господи, любите друг друга. Я же, детушка, за себя переживаю. Ты же говоришь, чудо-чудо, чудес не бывает. Девушка не работает, хорошо выглядит. Как будто я зарабатывала 7 тысяч в месяц. Ты уже, наверное, не сирота. Мама котлетку-то с пюре даст. Ты веришь в то, что бывают чудеса? О, чудеса. Либо родители помогают, либо есть какой-то спонсор. Дорогая моя, я не вижу ничего. Вы яркая. Я думаю, вы во вкусе Джозефа. И у вас все может быть. Вы приветливая. Вы открытая. Вы не хамка. Не хитрая. Хитренькая так по-девчачьи. По-по-по-по-по-по-по-по-по-пирмичински, да? И не более того, поэтому у вас все может быть. Я хочу вам предложить. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна. Что выберете? Господи, думаю, семейная тайна. Семейная тайна. Если есть, поделитесь. Есть семейная тайна до трех лет. У меня было другое имя. Меня звали Анна. Получилось так, что мой отец умер. И мама подставила просто букву Т. И теперь я, Татьяна, Таня. Это очень серьезная тайна. Я думала, если бы она была мальчиком, потом как-то резко стала девочкой, то вот это был просто какой-то нонсенс. Разрыв шаблонов. Нонсенс, нонсенс. Можно было кино снимать. Да. А тут всего лишь имя поменяло. А сюрприз готов? Готов. Ну, прежде чем пойти показать сюрприз, вам Василиса предлагает вытащить карты. И мы узнаем, про что вы тут брюнетка скрываете. Тюмных коронавт души, но и про светлые тоже. Любую. Отсюда и одну из другого ряда. Ой. Так, спасибо. Какая вы вся аккуратненькая. Такая вся компактненькая. Дюймовочка она наша, красавица. Дюймовочка – это женщина, у которой попа на дюйм от земли. А она не дюймовочка, она прямо вот и штук по картам. Ну, в нашу программу редко приходят герои, которые сразу расшифровываются. Внешне это тоже карта Орликина. То есть тоже носите маску, как и Джозеф, но это нормально, мне кажется. А внутри у нас коварная сирена, которая завлекает мужчин с высоты. А я вам говорила. Умеет быть. Да вы не так говорили. Манящий. Умеет быть эмоциональный такой. Ну, в общем и целом, заинтересована, чтобы запеть сладким голосом и заманить рыбака в своей сеть. Джозеф ей понравился, у нее нет выбора, потому что, ну, я думаю, что лучше Джозефа и ее жизни на ней никто не будет. Показывайте сюрприз. Я хочу, чтобы мы с тобой разыграли сценку из моего любимого произведения Шекспир от Телла. Я буду Дездемона и, соответственно, ты от Телла. От Телла, это ты? Ты помолилась на ночь? Дездумаем. Да, мой сеньор. Когда ты знаешь за собой грех? Покаясь в нем сейчас же. Мой грех – любовь к тебе. Аминь. Всем сердцем, избави, Боже, чтобы я убийцей стал твоей души. Ты говоришь, убить? Святое небо, жалься надо мной. Молчи, довольна. Молчу. Что случилось? Мой платок заветный дар тебе. Ты подарила Микеле Кассио. За это ты умрешь. Нет, клянусь душой. Не льги, красотка. Ты на смертном ложе. Ты начал, и я кончу. Отдай прочесть мне хоть молитву. Поздно. Слушай, кидай. Кидай. Спасибо. Мне кажется, что в этих экзаменах не повалили. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Проходите в свою комнату. Ну, твой сюрприз лучше. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Вы ревнивый? Да. Очень даже. И... Горяч. Вот. Я так и знала. Он тебя так прижал прямо. Роза. А что, Роза, девчонку надо пристраивать. И почему бы нет? Простых путей, как я понимаю, она искать не хочет. Ну и вам, а вам так нравится. В общем, чтобы позажигала. Пристраивать. Ну что сейчас она говорит? Как будто я без рук, без ног. Роза, сирота из детского дома. Ну ничего, приедет в Москву, вы тоже, в общем-то, на съемные. Вполне можно. А что звезды? У людей с Овновской луной действительно очень много откровенности, но она иногда немного бывает показной. И карта Орликина про это четко говорит. Конечно, она пытала себя показать, поэтому и хотела быть яркой, и хотела быть открытой. Это лучше, чем отмалчивать. Она весы. Конечно, конечно. Ну все просто переворачивается так. Поближе подойдите? Ну да, хорошо, подойду поближе. Просто так все выворачивается, да. Я хочу все сама. Я хочу все сама, и мне это нравится. Все так выворачивается, как будто я здесь, я не знаю, мне понравился молодой человек. И я хочу, чтобы в дальнейшем у нас, возможно, какие-то даже отношения сложились. Я не знаю, что лучше быть содержанткой. Ну, я считаю просто это вот, мне это неприятно. Данечка, цветочки заберите. Да, спасибо большое. Таня, а кто обвинил-то в этом? Нет, просто так говорили о том, что... Нет, кто-кто говорил-то? А вот, мам, это Роза говорила. Татьяна, нет, Татьяна, пристаньте, пожалуйста, на минутку, чтобы не получилось потом, чтобы вы не ушли с тяжелым сердцем. Давайте о чем-то, что вас абсолютно никто ни в чем не обвинил. Правильно? Зачем же вы все передернули сейчас? Вы говорили о другом. Мы говорим о словах Розы. Давайте, мои слова какие? Почему вы считаете, если девушка выглядит хорошо, молодая девушка выглядит хорошо, что она там где-то что-то, какие-то у вас мысли промелькнули, что где-то какие-то мужчины там что-то... Ну, в 23 года выглядеть хорошо, во-первых, не так сложно. Реснички подкрасил, губки подкрасил, платьица надеялась. Губки поднакачал, во-первых, Ларис, давай, будем честными, если ж такие разговоры пошли. Знаете, за что купил девочке, за что купил, за то и продаю. У меня написано, вы работаете? Я говорю, я два месяца, но она недавно не работала. Вы не работаете. Я недавно не работала. До этого кем работали? Администратором в спортивном клубе. Сколько зарабатывает администратор? Слушайте, сколько зарабатывает администратор? Она что, пришла в бриллианты? Я могу сейчас, это что имеет, какой... Администраторы, знаете, достаточно зарабатывают. Я не знаю, что ли будет жить, или какая разница, сколько я зарабатывала, 7 или 25, какая разница? Да потому что большая разница. Это для вас большая разница. Не обязательно зарабатывать сотни тысяч. Я не думаю, что вы в 23 года ходили с грязной головой, а не... Вы когда шли на программу, вы были готовы отвечать, наверное, на разные вопросы. И вы знаете характер розы, вся страна знает, какие вопросы она задает. Но вы же готовились как-то отвечать на эти вопросы. Почему вас так это сейчас смутило? На самом деле она не была так уж жестка, она просто спросила, откуда деньги нет. Нет, Роза очень жестко спросила, что вы так хорошо выглядите, в 23 года не работала. Понимаете, Татьяна не пришла с бриллиантом в 8 карат, она не пришла в дизайнерском наряде за 5000 евро. Она пришла довольно скромно, еще раз говорю, старалась выглядеть хорошо, у вас это получилось. Я не хочу, чтобы и вы ушли с тяжелым сердцем от нас. Поэтому, девчонки, успокойтесь, мы за вас. Я хочу, чтобы у вас все срослось и... Вы не содержат. Спасибо. Пожалуйста, в свою комнату. Спасибо. Все хорошо. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов вы можете получить в любое время по телефону 0736. А пока реклама. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знакомьтесь. Большое спасибо. Анастасия. 23 года. Получает актерское образование, подрабатывает моделью. Мечтает испытать себя в экстремальных видах спорта. Признается, что когда выпьет, начинает петь и танцевать. Предупреждает, что никогда не заведет собаку. Бывший возлюбленный Анастасии был мужчиной ее мечты ровно до тех пор, пока не обанкротился. Надеется, что любовь для Джозефа дороже денег. Где получаете актерское образование? В школе актерское. У меня уже есть первое ваше образование, а это как курсы. И сколько вы уже там учитесь? Два месяца. А сколько всего? Пять. Пять месяцев? Да. И что, вам прямо дают диплом? Нет, я думаю, что дают сертификат. И с этим сертификатом вы куда? Я думаю, что не обязательно идти мне с этим сертификатом, если у меня талант. Я приду просто на кастинг и покажу, на что я способна. А сертификат никому не нужен. Мне кажется, ты очень эффектная девушка. У меня уже есть. Эффектная, но у нее корыстные цели. Вы в своей анкете указали, что мужчина должен быть богатым, женщина красивый. И, конечно, он должен любить секс и проявлять активность. Не стесняясь своих желаний, не бояться слиться в горячем танце любви и получать удовольствие. Вот с танцем любви и получать удовольствие у Джозефа все в порядке. А вот по поводу деньжат. Не смущает? Что не смущает? Денег нет. Вот что. Не смущает? А почему ты, Роза, сделала такое лучшее, что у Джозефа нет денег? Давайте разберем, что значит, что для вас богатый мужчина. Какое количество денег он должен зарабатывать вместе, что у него должно быть машины, квартиры и так далее. Это же вы хотите богатого. Мы будем обсуждать, что такое для меня мужчина. Или мы будем обсуждать, что такое богатый мужчина. Это разные эквиваленты. Что такое богатый мужчина? Мой мужчина должен соответствовать мне по внешним данным, по разуму и духу. Естественно, потому что я не буду встречаться с ботаником или с каким-нибудь денег. Сколько он должен зарабатывать? А что в ботаниках Кулакова? Ботаник это хорошо образованный, усидчивый парень. А вы видели, как Билл Гейтс выглядит? Я понимаю, но он меня не возбуждает, Билл Гейтс. Я на него не смотрю. Давайте тогда конкретно. Вы сейчас, Настя, живете в Москве? Да. В съемной квартире? Конечно. А чем занимаетесь? Я работаю моделью, подрабатываю. Где? На презентации? Нет, это в основном фотосессия и видео. Видеорекламы, видеорекламы. Ну какое-то агентство? Я не через агентство, я свободная модель. Зачем работать на агентство? Ну как вас находят в интернете? У меня очень много знакомых. Сколько вы стоите? Платите? 75 тысяч. 75 тысяч. Как часто вас приглашают? Три раза в неделю. Три раза в неделю. Не забывайте, что я встречаюсь, ну точнее не то, что встречаюсь, естественно, мужчины, которые у меня были, они мне тоже помогали. Вот, поэтому, да. Пусть вы были на содержании у этих мужчин. Ну, конечно. Я не думаю, что за красивую класть. Девочки, подождите, сейчас что-то будет интересное. Вы впишетесь в эту схему? Вы понимаете, вы упираетесь прямо в деньги. Вы сразу начали просто... У меня красоты нет, у меня красоты нет, молодости нет. И чё? Так вот, помолчите, дайте я скажу, если... У меня есть красота, у меня есть молодость, у меня есть возможность. Ну, вежливости, судя по всему, не хватает. Ну, просто вы так наезжаете прям, меня прям... Даже не даете мне сказать, поэтому... Дайте высказаться. Давайте так, ладно, не будем о деньгах говорить. Вы же актриса, будущая актриса. Я хотела бы попросить принести... Да какая будущая актриса? По сценарии речи нуль. О чём вы говорите? Ну, чё... А нас и я его решила, что я буду будущая актриса. Да ладно, давайте проверим. Давайте ещё раз разыграем вот тот сюжет про Отелло. Согласны вы? Внесите эту кушетку и текст. Пожалуйста. А что-нибудь другое нельзя придумать. Я не знаю, но вот это вот... Решили, что она сыграет лучше. Я просто в шоке. Отелло, это ты? Ты помолилась на ночь, где с демоном? Да, мой сеньор. Когда ты знаешь за собой грех, покайся в нём, сейчас же. Мой грех – любовь к тебе. Аминь. Всем сердцем избави Божию, чтобы я убийцей стал твоей души. Ты говоришь, убить? Святое небо, жалься надо мной. Молчи, довольна. Молчу. Но что случилось? Мой платок – заветный дар тебе. Ты подарила Микеле кафе. За это ты умрёшь. Нет, клянусь душой. Не льги, красотка. Ты на смертном ложе. Я начал и я кончу. О, дай прочесть мне хоть молитву. Поздно. Спасибо. Это не то. Не то, не то пальто. И обнял, и прижал. А здесь он так же, он оттуда. Чувствует, какая женщина, какая женщина ему нужна. Мне кажется, их пара лучше смотрелась определённо. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание наедине. Скорее всего, свидание наедине. Проходите, мы вас подождём. А перед этим, пожалуйста, вытащите две карты из одного ряда, из второго. Знаете, я не верю в это. То есть, я верю в Бога. То есть, вы не хотите, чтобы мы про вас это узнали? Проходите в комнату. Вы можете выбирать. Так нервничала. Вообще, мне так страшно. Просто, да, видно, летели. Прямо, не знаю, что сказать. Ну, в принципе, мне... И такая же плохая. Не, я забыть, что тебе даже руки прожали. Но, в принципе, с чем ещё увлекаешься? Ну, спортом. Я активно занимаюсь спортом, потому что я больше пикинистка. Но здоровье нельзя. Ты же знаешь, спортсмены, когда сушатся, они сидят на безуглеводном питании. Для них это очень плохо для здоровья. Я слышал это, но никогда не слышал. Женщины, это очень плохо. Я отказалась от участия. И просто для себя поддерживаю. Я не буду показывать свои ноги потом. Нет, что-нибудь показываю. О, нет, вот это ты молодец, действительно. Я спортом. Да, и чем ещё? Мы с тем ещё. Ну, от навсёска учусь, да. Вот я легко подрабатываю. Не танцуешь? Я раньше занималась танцами, сейчас нет. Только спорт. Ну, стиль бок. Действительно, она очень приятна. Так что, надеюсь, что дальше будем общаться и поживем, увидим, что говорят. Хорошо. Проходите. Покажете сюрприз? Да. Покажете сюрприз? Верни мне мое сердце, слышишь, Если мы с тобой больше не поем, Не закреться выше, Стал совсем чужой, В облаке моем. Верни мне мое сердце, слышишь, Чтобы встал вновь, Стал так и кто? Не закреться выше, Мы уже никто, Мы уже никто. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, спасибо. Девочки, вы сразу в комнату проходите, А Джозефа нам отдайте на время. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, Татьяна и Руслан, слушаю вас. Красивая девушка. Не, ну я уже могу сказать точно, что, Ну да, но не могу. Я за тебя скажу точно. А не вас, да, скажите. Я знаю его просто, я знаю, что это, Ну, она красивая девушка, но это не для него. Почему? Объясните, потому что девушки тоже должны это слышать. Вы знаете, есть серьезные отношения, Которые хочешь уже пожениться. Если просто девушка красивая хочет провести все время. Ага. Ну ладно. А объяснить нет? У каждого свое представление о счастье. Если Анастасия принципиально поставила перед собой цель и понимание, что мужчина должен быть богат, а женщина красивая, только такая связка, значит надо руководствоваться и не отвлекаться над Джозефа, потому у которого совершенно другие принципы, другое представление и так далее. Не Джозеф, не ее мужчина, не богат настолько, насколько надо, и не будет он ее делать счастливее. Для Джозефа свесенил. Для нее другой мужчина. Хорош или плох, нравится он нам или не нравится, но другой. Ну еще немаловажно, мне брюнетки нравятся. Либо копите деньги, Джозеф. Ну я не думаю, что уж так Анастасия, как о себе рассказала, все разбежались платить. В ее случае самое важное это оппозиция между Марсом и Сатурном и Луной огненной с первой дома в седьмой. Что это такое? Она человек, который вечно встревает в конфликты. Поэтому она с радостью побежала на сцену соревноваться с Татьяной как-то. То есть для нее это было... Анастасия, 22 года. Секретарь-референт в адвокатском бюро. Интересуется дизайном интерьеров, танцами и рукоделием. Мечтает написать статью в модный журнал и выучить испанский язык. Гордится тем, что всегда говорит правду. Предупреждает, что ее мужчина должен тщательно скрывать свои измены. Возлюбленный Анастасия имел очень серьезные намерения, но женился на другой женщине. Настя, как так случилось? Здрасте. Что ваш жених, имея серьезные намерения по отношению к вам, женился друг на другой? Так получилось, что мы с ним встречались, вот когда я еще училась. Чтобы вам легче было рассказывать, делитесь тортиком, который принесли и рассказывайте свою историю. Я приготовила свой фирменный торт шоколадный, он очень вкусный, к сожалению, его сейчас порезали. Вот, но здесь было написано слово «вместе». Я хочу, чтобы ты решил, к концу программы будет ли это утверждение или вопрос. Любите сладкое? Очень-очень. Тогда угощайте жениха. Смотрите, девушка хозяйственная готовит. Ну, слушайте, девочки, я тоже и борщ умею готовить, знаете, вот такой высказан. Значит, вы учились. Да, я училась, и мы с ним встречались достаточно часто, но все происходило по его инициативе, потому что... Передайте, пожалуйста. Обязательно. Потому что мне было не до этого. Вот, и так получилось, что всегда он мне писал, звонил. Он был такой достаточно романтичный, то есть он писал мне много сообщений, мы с ним часто созванивались, вот. Ну, я думаю, что, может быть, проблема была в том, что я еще на тот момент не относилась к этому серьезно, хотя молодой человек был такой очень достаточно перспективный, из обеспеченной семьи, вот. У него был такой хороший круг общения, и как-то постепенно-постепенно мы все меньше и меньше с ним общались, и в один момент я уехала отдыхать на неделю в другой город, вот. Вот, и я остановилась там у друзей, вот, когда он мне задал вопрос, а где ты живешь, с кем-то, я была сестрой, вот, и он спросил у меня, ну, как-то такой вопрос у него возник, что, почему я поехала к друзьям, а кто они, вот. Ну, и подумал, я думаю, что, скорее всего, я ему там изменяю, вот. Мне это было очень неприятно, и когда... В общем, он женился на другой. Да. Ну, и слава богу. Ну, да, у тебя есть молодость, чтобы мы были наивными. Чтобы совершать ошибки, потом вспоминать их. Да, чтобы совершать ошибки и вспоминать. А вот вы допускаете измену мужчины, ну, лишь бы только не знать, да, а сами-то... То есть это для себя, чтобы... сами способны изменить? Я? Да. Если я буду любить человека, буду ему абсолютно доверять, то нет. Если я буду видеть... А если не будете любить человека, зачем вам замуж выходить? Если я буду видеть со стороны, как относится ко мне человек, то есть... То есть если он вам изменил, вы ему в отнеску тоже? Думаю, да. Ой. Какой ужас. Про мужчин тоже так сказалось. Это, во-первых, вообще неправильно, что изначально строить отношения и быть готовой к тому, что ей будут изменять бред. У вас остался один бонус. Кирилл, в шкафу хотите узнать? Я уже не знаю, хочу ли я это узнать сильнее на самом деле. Решил от вас рука. Это у меня книга, так как мы слушали о том, как Джозеф любит поэзию русскую и особенно Есенина. Я хочу подарить тебе книгу и прочитать маленькое четверостишье. Давай, спасибо, уже заранее. Что все время в синих дремах не стыдится, не то я в нежном шелесте черемах раздавалась. Я твоя. И чтоб свет над полной кружкой легкой пены не погас. Пей и пой, моя подружка. На земле живут лес шраз. Спасибо. Это ваш сюрприз? Да, будет сюрприз. Спасибо. А карты вытащите? Давайте, мне интересно. Ты будешь книги собирать. И я с этого ряда. Да. Все сначала почему-то тянут про тайное. Прекрасно. Ну, то, что в ней, то, что мы видим, это королева, царица. Вообще, на самом деле, это просто достаточная степень уверенности в себе. И я за вас очень рада. И вы производите впечатление человека, который достаточно в себе уверен. А внутри медуза. В общем, вы человек ревнивый. Да. Эмоционально страстный. Способный на месть. На измену, думаю, не способный, но обуреваемый страстями. И, в общем, во власть этих страстей способный биться, колотиться. Ну, и даже быть достаточно вредной девушкой. А слово горгона ты из-за деликатности вновь не произнесла? Нет, эта карта называется медуза. Она называется медузой просто точно. Но медуза горгона, да. Это единственная смертная среди трёх сестёр. Та, у которой вместо волос были змеи. Уж если конкретизировать. Всё обо мне. Сюрприз покажете? Покажу. Я пригласила сюда на программу моих друзей, чтобы они исполнили танец. И хочу, чтобы ты мне помог. Конечно. Судовольный. Так как ты очень любишь Россию, русские народные танцы, Вот, и мы с тобой просто давай поклопаем. Опа, давай, зажём. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо, девочки. Забирайте свою подругу, цветы и проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы танцевали вообще, шикарно. Да? Да, зажгли. Платье падалось. Пирожок понравился? Да, да. Попробовала? Очень вкусный, да? Вам понравилась Анастасия Джозеф? Брюнетка. Брюнетка. Но вы забыли... Анастасия наиболее похожа и подходит к вашим требованиям, но перед Анастасией, которая была до нее, конечно, она слабовата внешне. Выбирайте, что вам в спокойствии в браке нужно или опять очередные рога, разочарования и так далее? Ну, скучно тоже будет, понимаете? Да, это с долгого, с покоем, но скучно. А что звезды, Василиса? Ну, на мой взгляд, никогда размер груди или конкретные параметры не влияют впрямую на выбор мужчины. Он может это как пожелание озвучивать, но вот и с девушкой рыбы, а у нас вторая Настя, и вторая рыба. Это очевидно, и, конечно, на контрасте с той Анастасией тоже рыбой, это еще более наглядно. Советуйте своему другу, к кому пойти. Я думаю, что вот первая девушка, она ближе на самом деле к Джозефу, я так думаю. Татьяна? Ближе, не рядом. Я думаю, что девушки замечательные, и у каждой из них есть что-то свое, что-то особенное, но, наверное, вот тот резонанс, который должен быть, и искренности, и, может быть, не то, и не внешности, а то, о чем вы говорили, именно манкости, я не увидела. Таня, конечно, вот она встанет вот так, скажет, и мне все равно, и вам это нравится. В Татьяне, безусловно, есть обаяние, то, что она была искренна, то, что она так защищала себя, то, что защищали ее подруги, и она вышла, ей хотелось оставить хорошее впечатление о себе. Это все хорошо, это все правильно. В семье должна быть своя адвокатура, понимаете? И я думаю, что если на вас кто-то косо посмотрит из соседей или из родственников, она также будет яро вас защищать от всех, и это все правильно, это то, что должно быть в семье. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Открываясь в пеньюаре, так, ручка на косячок и говорит, вот ты и попался, голубоглазый. Да? Нет, в деловом костюме. Она вас встречает, опершись на косячок в деловом костюме, ни одной пуговицы застегнута, говорит, вот ты и попался, лысик. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Джозефа. ЧТО, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 очень-очень на самом деле приятного с тобой познакомиться и действительно надеюсь что у нас есть пара джогов и татьяна если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы пишите на сайт первого канала а я лариса музеева желаю чтобы любимый человек обязательно сказал вам давай поженимся удачи давай поженимся в вашем мобильном все консультации вы можете получить от наших экспертов давай поженимся вашем мобильном а консультации любые вы можете получить от наших экспертов давай поженимся вашем мобильном советы вы можете получить от наших Да, бывает так, бывает. Вы кто? Не консультанты? Эксперты. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов можете полюбить.